Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 17 августа. Страдание святого мученика Патрокла. Сарцами Аврелиану на христиан было поднято жестокое гонение в Галлии, а также и в других местностях. В это время в городе Трикосине проживал честный муж по имени Патрокол. Обитал он на окраине города, в доставшемся ему после смерти родителей дома. Он был богат и имел многое имущество. Этот муж служил Богу днем и ночью, ибо возлюбил святой закон его и проводил строго христианские благочестивые жизни. Будучи хорошо обучен наукам, он с усердием читал всегда Священное Писание и ежечасно преклонял колено свои на молитву. Пищу принимал он только один раз в день, в двенадцатый час совершив предварительное вкушение пищи, словословие и молитву-то Господу. А богатство, которое имел, он раздавал нуждающимся к дому, сиротам и в особенности нуждающимся христианам, всем славишам и верным Господу, верующим в него от всего сердца своего. Милосердие его было столь велико, что нищие принимали его за раздаятеля сокровищ небесных, ибо он не собирал себе сокровищ на земле, но на небесах, и удалялся от всех удовольствий мирских. Потому что говоришь, а с низка не царство небесного. Этот святой муж, проводивший жизнь свои страхи Божиим, в посте и молитве во всяком богоугождении, получил от Господа власть повелевать бесами. Ему дарована была та же благодать исцеления, так что он изгонял нечистых духов силой Христовой и исцелял различные болезни, случавшиеся с людьми. В это время нечестивый царь Аврелиан, жестокий гонитель христиан, прибыл из города Синаиска в город Трикосин. Услышав о святом Патрокле, Аврелиан приказал взять его и привезти к себе. Увидав Патрокла, он сказал ему, я слышал о твоем безумии, ты принял суетную веру и поклоняешься тому, кто был поруган людьми. Но святой ничего не отвечал на эти безумные слова. Тогда Аврелиан спросил его, какое имя ты носишь? Святой отвечал, мое имя Патрокол. Аврелиан снова спросил, какую веру содержишь ты и какому Богу поклоняешься? Святой Патрокол отвечал, я поклоняюсь Богу живому и истинному, обитающему на небесах и презирающему на смиренных, и поклоняюсь тому Богу, который знает все прежде, нежели что-либо совершилось. Аврелиан сказал, оставь безумие свое и поклонись нашим богам, ты будешь награжден за это нами честью и богатством, и имя твое будет прославляемо. Святой отвечал, я не знаю иного Бога кроме того истинного, который сотворил небо, землю, море и все видимое и невидимое. Аврелиан сказал на это, докажи нам истина ли то, что ты говоришь? Патрокол отвечал, поистине справедливо все то, что я говорю, но так как вы все погибаете во лжи, то не хотите уверовать истину, а ложь всегда ненавидит истину. Аврелиан сказал, я тебя предам огню, если ты не принесешь жертву богам. Святой же отвечал, вот я приношу жертву хвалу, да и самого себя приношу жертву Богу моему, который благоволил призвать меня к мученическому подвигу за святое имя свое. Когда царь Аврелиан преисполнился гнева и приказал возложить на ноги мученика железные оковы, разожженные на огне, приказал также связать святому руки назови железными веригами, разожженными на огне. Потом велел бросить святого в темницу и держать его там до тех пор, пока он не измыслит способа погубить святого. Находясь в оковах, святой молился Богу, говоря так, будь милость твоя, Господи, да и пишет меня по словеси твоему, раба твоего. Еще, возрадуйся и возвеселись о милости твоей, ибо презрел на смирение мое. Спустя три дня царь Аврелиан воссел на публичном судилище своем и приказал вывезти мученика из темницы и представить ему на суд. И раз святой был приведен, царь сказал ему, хулитель, иди, спаси скорее себя самого от смерти, принеси жертву богам. Мученик отвечал, Господь наш спас от смерти вечные души рабов своих, он не оставит всех уповающих на него. Если же ты желаешь получить что-либо из моих богатств, то я охотно их дам тебе, ибо вижу, что ты нищ. Аврелиан сказал на это, как осмеливаешься ты называть меня императора нищим, когда я имею бесчисленные сокровища. Святой отвечал, ты имеешь богатства земные, скоро приходящие, но ты нищ, ибо ты не имеешь самого себя, так как ты не стяжаешь сердце в своем святой веры в Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому ты будешь осужден судей и праведным богом на мучения вместе с отцом твоим дьяволом. Аврелиан сказал, ты жестоко оскорбляешь меня, и потому я не могу быть милостивым к тебе. Мученик сказал, для меня милостив бог мой, которому я служу с юных лет. Но горе тебе, когда ты будешь отведен на то место, где пребывает в мучениях дьявол, коему ты ныне служишь. Там увидишь ты вечные муки, уготованные тебе. Император сказал на это, я не понимаю того, что ты говоришь, понимаю только то, что ты в моих руках, и нет никого, кто бы мог спасти тебя от рук моих. Святой сказал, в твоей власти находится лишь тело мое, души же моей ты коснуться не можешь. Ибо никто не имеет власти над ней, кроме единого Бога, создавшего ее, который сказал нам рабам своим, не бойтесь убивающих тела, души же немогущих убить. Убойтесь же боли и могущего и души и тела погубить в гиене огненной. Царь Аврелиан сказал на это, а разве наши боги не имеют такой же точной власти? Ведь они для нас истинны, ибо они всегда дают ответы о всем, о чем их спрашивают. Это они доселе попускают жить тебе, своему врагу и хулителю. Святой сказал, какие боги у вас? Аврелиан отвечал, в чехлу богов наших принадлежит и великий Аполлон, и могущественный Зев и мать богов Диана, ибо они без обмана предсказывают людям будущее. Аполлон древних греков считался богом света, вместе с тем ему устоялся дар предсказания будущего. Зев – верховный бог древнегреческой религии, считавшийся родоначальником прочих богов. Диана считалась у древних греков богией света и жизни, почиталась так же, как разноятельница свежей, святой жизни природы. Император Аврелиан, как язычник, был уверен, что боги, в коих он веровал, могли предсказать будущее. Он не без намерения упомянул имя Аполлона, который считался у древних греков предсказателем будущего. Многие храмы, построенные древними греками в честь Аполлона, считались в то же время знаменитыми оракулами. Более всего, был известен оракул Дельфийский, оракул Воробии, на острове Эжбея и в других местах. Древние греки обращались к помощи оракула во всех серьезных и важных случаях, как личной, так и общественной жизни. Само собой понятно, что прорицатели, коим обращались греки за советом, не могли предсказывать будущего, так как всегда давали сбивчивые и неясные ответы. Святой же Патрокол сказал, что касается Аполлона, коего ты называешь Богом, то мы слышали от отцов наших, что он был пастухом царя фестолийского обмета. Относительно зверства, коему ты выклоняешься как Богу, нам известно, что он был человеком мерзким и нечестивым, блудодеем, прелюбодеем, грабителем и сеятелем всякого зла. Известно, что он посеял вражду и бесчинству среди людей, совершал убийства и грабежи, да и умер позорнейшей смертью, так что земля не приняла трупа его. Диана же, именуемая Матерью Богов Ваших. Кто не знал, что она беснование полуденное? О, окаянные безумия людей, ослепленных неверием, поклоняющихся стуэтному и пустому! Царь сказал, мое терпение велико, ибо я до сих пор слушаю твои хулы. Но теперь я говорю тебе в последний раз, если ты не поклонишься и не принесешь жертву Аполлону и зелсу Идиане, то я сейчас же предам тебе смерти. Мученик отвечал, нечестивый мучитель, ты похож на разбойника, который убивает неповинного человека, тело же его пожрать не может. Так и ты, хотя и хвалишься, что предашь смертью мое тело, но не съешь его. И если бы ты даже и пожрал мое тело, то не посмел бы повредить моей душе. После того, как святой сказал эти слова, Аврелиан весьма разгневался и приказал усечь святого ничем. При этом Аврелиан приказал своим воинам усечь святого не на сухой земле, но вели бы в болотистом месте, дабы он не мог быть предан обычному для людей погребению, но был бы съеден гадами, птицами и зверями. Воины взяли святого мученика и повели его к берегу реки по имени Сикванош, дабы усечь святого здесь, в болоте, на берегу реки. Святой шел на смерть с весельем, молитвенно взывая, Господи Иисусе Христе, не попусти тело моему погибнуть в том месте болотистом, но возвелись в пресвятое имя Твое, дабы оно было славно перед очами врагов Твоих, и дабы изыскники не сказали, где же Бог их. Услышь, Владыка, святую молитву мою, как ты услышал Моисея и Аарона, молившихся о людях Твоих, и раздевили море, ты провел израильтян посуху, так и мне повели перейти реку сию в эту сторону на место неболотистое, дабы на сухой земле была пролита кровь моя, и дабы тело мое нашло бы себе покой в болоте. Спаси меня от брения, да не утону, избавь меня от мучителей моих. Едва только святой помолился в таких словах, как помрачились в глаза воина, стреливших к его, так что они, воины, не видели мученика. И тот же потрогал, войдя в реку, пошел по воде, вступая ниже колен. Бежитем-то река была весьма большая и глубокая, и кроме того имела много воды от дождя. Но святой мученик шел по ней, не опускаясь даже до колен. Потом, перейдя на другой берег, мученик зашел на гору, находившуюся там, и сказал, «Господь хранит души преподобных святых своих и спасает их от рук грешников». Воины же не видя мученика Коева обели. Они пришли в великий страх и ужас, ибо боялись, что царь подумает, что они отпустили осужденного по своей воле и предаст их казни. Воины говорили сами себе, «Как велик Бог человека того, ибо он спас его от рук наших невидимых». Другие воины говорили, «То был не человек, но некое привидение, ибо он бесследно исчез из наших глаз». В то время, когда воины долгое время спорили об этом между собой, не решаясь возвратиться к царю, некая женщина-язычница, переплывавшая в лодке реку, услышав спор воинов и увидев печаль, сказала им, «Я видел на той стороне реки на горе человека-христианина, Коева вы ищете». Он лежал вниз и молился Богу своему. Они же, имея ноги, скорая пролитие крови не повинны, тотчас переплыли реку на лодке и, зая на гору, нашли святого в том положении, как сказала им та женщина. Тогда старший воин сказал с досадой святому, «Поистине, ты достой смерти, ибо ты убежал от нас. Но вот ты опять в наших руках, и теперь уже не убежишь от нас. Ты будешь предан смерти. А если желаешь остаться живых, принеси жертву богам нашим». Святой отвечал им, «Я не поклонюсь нечестивым бесам, Я поклоняюсь только Богу единому». Воины сказали ему, «Какой Бог у тебя, рожденный или сотворенный?» Святой сказал, «О, заблуждение суетное! О, неверие безумное! О, вещи неразумные! Кто из людей может что-либо сказать о Боге безначальном? Кто может поведать о Его происхождении?» Он сказал, и все произошло. Он повелел, и создано было все видимое и невидимое. Он послал Избавителя роду человеческому, Сына Своего Единородного Господа нашего Иисуса Христа, пролившего за нас святую кровь Свою, дабы избавить нас от погибели и вечной смерти. Но Господь воскрес в третий день из мертвых, вознесся на небеса в присутствии учеников и послал им, как обещал Святого Духа. И веровать должно так, как учил Дух Святой устами апостолов, ибо учение это есть правое и истинное. Тот же, кто не верует учению этому, не увидит жизни вечной. Но гнев Божий будет пребывать на том человеке вечным. Мы, христиане, твердо веруем и надеемся получить жизнь вечную от Христа Бога нашего. Поэтому мы и страдаем за Него с любовью, и умираем с готовностью. Зная, что живем ли мы, умираем ли, мы принадлежим Господу. Все же поклоняющиеся бесам, подобно вам, вместе с бесами будут ввержены в огонь биенский. В то время, как Святой произносил эти слова, воины пришли в гнев и, назвав Святого хулителем своих богов, обнажили мечи, дабы усеть Святого. Мученик же сказал, обратившись к Богу, «В руки Твои, Господи, предай дух мой, ибо Ты знаешь, что я умираю за имя Твое Пресвятое». После этого Святой Мученик Патроков был усечен во главу около 275 года. Воины взяли главу Мученика и бросили ее на далекое расстояние от тела. Потом ушли. В это время на горе поблизости этого места находились двое нищих в преклонных летах. Пользовавшись ранней милостыней от рук Святого, исповедавшая веру христианскую. Они видели кончину Мученика и слышали последние слова его. Когда воины ушли, они взяли тело Мученика и главу его с великим страхом, боясь быть замеченными нечестивыми. Честное тело и главу Мученика они скрыли до вечера, а потом тайно поведали обо всем прото-пресвитеру того города по имени Евсению. Когда наступила ночь, прото-пресвитер пришел к тому месту, где было вскрыто тело Мученика, вместе с диаконом Либерием, обвив чистую площадицу и тое святое тело. А они предали его погребению в ту же ночь тихо и с немногими свящами пропев подобающее псалмопение боясь язычников. Кончался святой Мученик по трокам в царствовании времени Аврелиана среди христиан же при владычестве Господа нашего Иисуса Христа, коему воссылается честь и слава вместе со Отцом и Святым Духом ими в бесконечные веки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры подогнал «Симон»